Террамобил. Нефтекамск. Янаульская 1А. Телефон 2-36-88. Ежегодно молодые люди из Нефтекамска отправляются во все регионы страны. Кроме Чечни растет количество тех, кто сам изъявляет желание служить отчизне и не где-нибудь, а именно в элитных войсках. У нас из города ушло 13 человек. Это самые подготовленные, самые дисциплинированные. Это, во-первых, водители, подготовленные в нашей школе ДСААФ. Ну и ребята, те, которые мечтали и будут служить, я надеюсь, в войсках специального назначения. Пожелаем нашим призывникам достойно пройти военную службу. Они посмотрят на ветеранов боевых действий, посмотрят на ветеранов Великой Отечественной войны, послушают их пожелания. Я думаю, они с честью пронесут гордое звание военнослужащего российской армии. 30 молодых парней еще готовятся к отправке. Они успешно прошли медицинскую комиссию, подготовили все необходимые документы и определились с выбором. На мероприятии, посвященном Дню призывника, своим опытом с ними поделились ветераны боевых конфликтов. Наставления и советы прозвучали и из уст тех, кто прошел Вторую мировую. Также добрые пожелания и веру в то, что юноши из нашего города достойно пройдут эту школу жизни, выразила исполняющая обязанности первого заместителя главы Нефтекамска Ирина Ахмадишина. Сейчас служит в армии вопрос риторический, что делают там наши молодые люди. У меня ответ такой. Самое главное, ребята, вы идете со своими сверстниками в такие условия, где вас организованно научат быть мужчинами, уметь держать удар. Удар будет моральный, психологический, физический. То есть удар может быть жизнью разным. И вот как вы себя поведете в той или иной ситуации, я думаю, тот опыт, который вы приобретете, будучи в рядах российской армии, он вам поможет. Осенний призыв стартовал в этом году традиционно 1 октября. Продлится он до 20 декабря. В общей сложности по обязательному заданию на этот раз ряды вооруженных сил России от нашего военкомата пополнят 252 новобранца из Нефтекамска, Гидели, Краснокамского района. Проблем с набором не будет, считает главный военный комиссар Валерий Анисимов, так как большинство современных молодых парней сами изъявляют желание отдать долг отчизне. И прекрасно понимают, что это необходимо еще и потому, чтобы не получать потом из военкомата справку вместо военного билета. Азульфия Амирова, Дмитрий Кузнецов, информационная программа «Время новостей».